Если Господь знал о будущем грехопадений, зачем создавал человека? Одному помещику до того надоели один мужик с бабой. А чем надоели? Ну, только и знают, поносит этого Адама и Еву. Да чтоб они провалились! Вздумали там это, знаете ли, тут съесть это яблоко до преображения. И он тогда что сделал? Пригласил их все в дом и сказал, Вы будете жить так, как я. Питаться с моего стола. Вот здесь на столе только стоит небольшой прекрасный, изящный горшочек. Прошу вас только, никогда его не открывайте. Мужик с бабой – дурак, барин, совсем с ума сошел. На что он нам нужен, этот горшок несчастный? Едят, живут, припеваючи. Ну, недолго же это продолжилось. Ну, и говорят, что будто бы баба. Потому что я не знаю, женщина, вы меня извините, но так я передаю. Она будто бы не выдержала. Ну, чего этот дурень барин вздумал нам не открывать, не приподнимать? Ну, приподним, посмотрим и опустим, пока его нет. Приподняла, а оттуда мышка выскочила. Вот искушение-то. Так их счастливая жизнь и окончилась. Вот для чего, вот для чего, скажу вам. Тот человек, который не вкусит горького, никогда не оценит сладкого. Сладкое для него нормально. Есть хорошее русское изречение – всё, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Значит, невозможно нам оценить того блага, который мы располагаем другу. Как здоровый человек. Он не ценит вообще. Ну, здоровый – здоровый. А что ещё-то? Ну, что тут ценить? Ну, здоровый – всё. Он даже не понимает, какое это благо до тех пор, пока не заболел, да ещё изрядно. Так вот, здесь очень важный заключён такой душевный, психологический момент. Конечно, Бог знал. И когда протестанты некоторые говорят, что «ах, неудавшийся план Божий!» Ну, конечно, эти протестанты больше Бога понимают, естественно. Бог никак не предвидел. Конечно, знал. Суть в чём? Человек, оказывается, находящийся в первозданном состоянии, обладал полнотой власти над этим всем миром, полнотой знания об этом всём мире и, таким образом, полнотой славы. Ох, дай нам сейчас кому-нибудь эту власть! Вот дай мне власть! Ох, сейчас бы я бы, знаете бы! Вот я бы навёл бы порядок в стране! Не верите? Навёл бы! Я всех этих негодяев, всех бы, знаете бы, в баранье рогу свернул! Дай мне власть! Слышите, оказывается, вот в чём дело, что человек, который не понимает и не знает до тех пор, пока он не узнал другого, не понимает, что он сделает, не понимает той славы, в которой он находится, не понимает, что кто он без Бога, так он может в сатану превратиться в настоящий. Вы слышите? Ведь человек в чём состоял первый грех? Помните, это образ данный, такой образ? Змей, змея, говорит Еве, будете как боги! Ну, слушайте, речь-то идёт о чём? Возникла вот эта мысль у них, что мы – боги настоящие! Вы – боги? Да? Бог уже не нужен, если я – бог! Вы слышите? Мне уже – бог этим самым! Я – бог, значит, мне нужен бог! Вот в чём состояла суть, если хотите, того акта, который совершили первые люди, что произошло в них! Вы – боги? Пожалуйста! Бог не смеет прикоснуться к человеческой свободе, и человек остался с этой свободой, без него! Образно там, знаете, как в Библии написано? И спрятались Адам и Ева от Бога! Понимаете, всё в такой форме даётся! Такой очень лёгкой! Спрятались! Ушли от Бога! Оказались, порвали связь с Богом! И вот мы оказались в состоянии каком? Пожалуйста! Вы – боги? Да! Тот, кто ещё жил во время Советской и читал советскую прессу, тот знает, что там было написано! Мы откроем законы природы! Мы покорим Вселенную! Мы будем богами в этом мире! Открыто! Слышите? В Библии-то, оказывается, вечная книга! Богами! Богами! Богами? Вот, пожалуйста, мы с вами – Боги! Правда, без Бога! Пожалуйста! Так вот, оказывается, человек, узнавший, кто он без Бога, слышите? Вот теперь мы познаём, кто мы без Бога! Мы можем тогда принять Бога! Разумно! Вы слышите? Разумно принять! Поняв, что наша жизнь, наша жизнь с Богом, а не без Бога! Мы можем принять Бога как такового, только увидим, что? Увидим это своё падшее состояние! Увидим, какие мы рабы всех страстей! Увидим, что мы рабы смерти даже! Мы можем принять Бога! Мы познаём, кто мы есть без Бога! Это познание даёт нам возможность принять навечно Бога! Слышите? Теперь мы навечно примем Бога! Когда увидим, кто мы без Бога! Вот в чём суть! Вот в чём суть! Поэтому Господь это знал, и это совершилось, должно было совершиться для того, чтобы человек мог действительно достичь какого состояния? Стать Богом с Богом! Богом с маленькой буквы, конечно! Богом с Богом! А захотели быть Богом без Бога? Пожалуйста! Пожалуйста! Дан опыт! Как знаете, иногда мальчишка говорит «Я сам! Я сам! Ну, ладно, на, сам! Попробуй сам! Ты-ты-ты! А-а-а! Не получается! И слёзы! Пап, помоги! Ну, ладно, давай помогу! Вот то же самое происходит и с нами! Вот какова причина! Вот так вот! Пожалуйста! Субтитры создавал DimaTorzok